Дорогие друзья, на библейском портале Экзегет Дорогие друзья, на библейском портале Экзегет На красном ложе, как и подобает только что совершивший рождение Бога Младенца Хотя в первые века эта фигура была изображена сидящей В знак того, что Пречистая Дева не претерпела никаких страданий во время рождения Бога Младенца Ибо ее Пречистое Девство оставалось нетленным и до Рождества, и в Рождестве, и после Рождества В пещере, которая изображается выше, возлежит Бога Младенец Мрачная пещера является образом того мира во тьме и сени смертней лежащего Среди которого является свет истинный, просвещающий каждого человека, грядущего в мир И именно на него указывает луч от неба, который включает в себя и Вифлеемскую звезду Это по определению святителя Иоанна Златоуста является ангельская сила Которая разумно и целенаправленно вела мудрецов Востока к поклонению Бога Младенцу Образ благодати Божией, явившейся среди людей в этой высшей форме Откровения Бога о самом себе в воплощении На него взирают животные, вол, как образ трудничества И конь, как образ стремительности движения к истине И эти животные согревают младенца своим дыханием среди этой зимней пещеры Над Богомладенцем склоняются ангелы Ангелы же в верхней части иконы призывают пастушков на поклонение Богомладенцу, взывая славу Вышнюю Богу и на земле мир в человецах благоволения Небесные силы изумляются тайне Боговоплощения и любви Божьей Которые проявляются в этом величайшем снисхождении Бога к людям В другом верхнем углу видим мы спешащих на поклонение младенцу мудрецов Часто изображаются три всадника Один из которых старец, другой среднего возраста, муж, а третий совсем юноша Эта последовательность говорит о том, что для всех возрастов человеческих Это чудо актуально и необходимо и понятно Настолько, насколько может понять верующее сердце Великую любовь Божию к падшему и отпавшему от него роду человеческому Пастухи изображаются часто отроками, простодушными, верными, взирающими совершенным упованием на ангела Указующего им путь к Богомладенцу Иногда они изображаются в таких же соломенных шапочках В которых мы видим облаченным святителя Спиридона Тримифунского Который в детстве также был пастухом В нижнем углу омывают младенца женщины Они этим действием подтверждают подлинность человеческой природы Воспринятой вторым лицом Пресвятой Троицы Потому они с усердием и с изобилием воды омывают его для того, чтобы перепеленать Таинственная фигура старичка, опирающегося на сухую палку Видим мы перед Иосифом, погруженным в глубокую задумчивость Его задумчивость благодатная Ибо ангел возвестил ему о том, что Дева, обручником которой он явился Не по причине грехопадения оказалась непраздной А потому, что Бог благоволил ее девственным чарем Воспользоваться для спасения рода человеческого Как дверью, которым он входит в общество людей А вот перед ним стоит некто странный Без нимба, но неотступно вглядывающийся в Иосифа Есть разные мнения о том, является ли этот старичок Одним из ветхозаветных пророков, предвозвещавших явление в мир спасителя Немало толкователей склоняется к тому, что это образ помысла О котором свидетельствует нам Святое Писание Священное Писание, Святое Евангелие О том, что Иосифу явился помысел О том, что невозможно от неукорененной в земле палки произойти Какой ветви зеленой, не может она быть плодоносна Таким образом, и дева, без участия мужа, может ли зачать И это смущение, этот помысел развеяло для Иосифа явление ангела Но появление такого помысла, однако, отмечено евангелистами Таким образом, вся икона Рождества Христова Есть движение человеческого рода на поклонение к Богу Младенцу Эта икона, ныне возлежа посреди храмов православных Призывает и нас активно, всей душой, с сердечным теплом Приветствовать явившегося Спасителя мира И участвуя в Божественной Литургии, приобщаясь к святых христовых тайн Подтверждать и своим причастием святым Господне воплощение Его смерть в искуплении грехов наших и воскресение из мертвых Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok